здравствуйте уважаемые наши зрители сегодня в нашей рубрике разговоры по пятницам casual friday у нас гость вести мы будем наш наш разговор вдвоем с санданом сандан рабданов это активист демократического движения бурят монгол эрхатен наш уважаемый гость сегодня иршат хаби иршат вы пошли в правительство татарстана в изгнании не могли бы вы нам рассказать о том когда это произошло и как произошло и ну вот ввести нас в курс дела и сам сос меня зовут иршат хаби значит мы долго к этому шли как мы все знаем что правительство в изгнании существует уже более 12 лет да где-то примерно так существует вот и мы все вели борьбу разрозненно это в англии кто-то кто-то в сша я в сша кто-то еще где-то то есть все было так как то ну вот не вместе да но сейчас получилось так что мы все это организовали снова что у нас этот 5 числа у нас состоялось первое заседание 5 февраля вот долгая подготовка шла к этому переговоры разговоры как это было сейчас мы называемся не в изгнании правительство независимого татарстана потому что мы не хотим быть в изгнании мы хотим быть в нападении ну что-то такое да поэтому мы изменили да мы изменили название потому что сейчас нас уже невозможно прогнать мы добьемся перемены в татарстане с татарским народом вот поэтому вот 5 числа состоялось первое заседание у нас уже прошло три заседания онлайн народу очень много значит мы сейчас если вы знаете приняли эту планку такую себе дали собрать где-то 500 300 500 человек но а сейчас уже у нас есть 2000 человек 2000 уже мы вот час хотят приехать на просто звонки разрываются сообщения звонки вот я пока сижу с вами уже три мне сообщение пришло на телеграм то есть очень много татар потихоньку встают просыпаются да понимают что к чему понимает где они в каком они положении вот и наша задача разбудить остальных татар которые в таком положении вот ну примерно вот этот значит все работы очень много мы буквально вот прям все с нуля начинаем у нас уже назначено два министра вернее один посол один министра два министра и один посол назначен мы делаем это не спеша подбираем очень хорошие кадры чтобы это было были проверенные люди мы приглашаем молодежь это было обязательное условие когда мы это все организовали это было обязательное условие вот у нас во главе мудрец рафисом и кашапов с большим опытом политической борьбы но политического политического опыта а все остальные мы соберем мы стараемся собрать молодежь вот то есть работа пошла вот у вас я заметила за вами такая надпись красивая я бурят да я хотел майку заказать но не успел это поддержка бурятскому народу я знаю очень много бурят я вас знаю хорошо мы с вами встречались проводили вашингтоне акцию передавали байнену письмо вот поэтому я желаю бурятскому народу освободиться так же как и нам мы все в плену сейчас находимся пока очень много бурят с которыми я работаю я всегда разговариваю говорю кто ты он говорит бурят я говорю давай этот выходи вот давай флаг возьмите а есть флаг нет вот я с этого начинаю почему нету флага а есть какая-то одежда почему нету некоторые избегают бояться многие боятся да боятся но я вот знаете так татары тоже боятся я сейчас говорю что ну может быть нам хватит бояться нас на мы боимся потому что нас раз два три а если нас будет один два три миллиона нас не будут бояться если мы будем вместе ведь мы должны объединиться мы должны объединиться не только татары с бурятами а со всеми мы должны калмыки все все народы которые мы должны проснуться мы должны посмотреть на себя сказать да кто ты ты раб который будешь слушать кого-то или ты будешь или ты достоин своих предков которые воевали которые боролись ну вот в общем есть выбор вы участвовали также в митингах совместно с нашими людьми с нашими звурятами с активистами в нью-йорке вот постоянно то есть мы да мы действительно сейчас что радует укрепляем связи между нашими народами и я знаю что на татар многие народы россии всегда смотрят с надеждой и всегда смотрели я это заметила вот во время протестов против когда уничтожали языки национальные языки когда вводили этот закон о добровольном изучении языков национальных республиках татары вот вышли выходили протестовали и я знаю что в бурятии люди писали в социальных сетях о том вот какие татары молодцы и вот смотрели с надеждой потому что все-таки пять миллионов татар это сила и вот но мы как бы всегда смотрим на то вот как татары себя ведут вот в российской политике что они делают чего они добиваются и для нас это как бы всегда вдохновение и поддержка вот что вы думаете о вот такой взаимной поддержке народов россии ну то есть не россии до московии мы решили что это мы будем называть и в московии да я я чуть да я в курсе да ну смотрите да во первых ну я хочу сказать что не очень-то и в татары на самом деле выходили выходили да я ничего не говорю кстати а вот этот семнадцатый год когда запретил он этот языки да он мне дал толчок он мне дал пинка хорошего да чтобы я стал тем кем я стал вот но это конечно я еще не до конца стал да это еще даже одна может быть там процентом соотношения здесь мы даже об этом не можем говорить потому что я во многих вещах не разбираюсь я как я выступаю как простой татар да и конечно как только вы пригласили меня на митинг да я тут же пошел значит сразу ко мне мою тебе там тысячу человек был там очень много было народу и я вот так вот на поребрик зашел и меня окружили и вот так обошел этот круг и мне 5-6 татар окружили мою тебе только по тебе тень и поэтому я всегда говорю чтобы мы и татары бурят и все одевали свои национальные на свою национальную одежду не стеснялись не стеснялись когда тепло я прям хожу мне и на меня очень много внимания вот а насчет того что вот насчет того что объединение да конечно нам нужно что-то такое создать чтобы еще еще не созданно но нам нужно создать да вот я тоже над этим думать да потому что сейчас в правительстве очень много работы да вот прям очень много потому что я же еще работаю да пока у нас не оплачивается да но мы планируем насчет оплаты все и речь идет даже не о десятках даже не о сотнях тысяч долларов нас финансирование мы разговариваем так то есть мы хотим составить реальную силу власти которая сейчас сидит чтобы за нами пошли люди надо сделать так потому что если мы будем слабыми выходить там спло только с плакатами или еще что-то делать за нами никто не пойдет этот за нами никто не пойдет а как только у нас появится возможность чтобы дать какое-то сопротивление то за нами не только за татарами не только татары пойдут за нами да а пойдут все народы потому что после татар получится домино эффект если допустим бурятия объявят сейчас они зависимости туда за загонят две дивизии все или там калмыкия или бурятия две дивизии и все да там все какие две дивизии два отряда там и все там все решат да а если татарстан почему я всегда на митингах на в интервью говорю что этот что важно чтобы татарстан именно объявила независимость потому что пошло то с казанского ханства пола казанское ханство и пошло так и теперь мы должны сделать что объявить о независимости мы сейчас ведем ну так скажем да значит у нас президент мини хан президент мини ханов потом второй второй круг и вот в третьем кругу у нас есть люди у которых есть выход на прямо на ближайшее окружение этих ставленников мини ханова шаймин и вот мы с ними сейчас ведем переговоры потому что мы должны показать чтобы что у нас есть возможности какие-то да и как только татарстан объявят о независимости объявят абсолютно все мы этот на все только на которую крутой мы объявили дамы у нас же там будет крутой петербург она будет вот значит и у нас еще одна секретная вещь есть который никто не знает вот по-моему я прошлом году или нет я не помню ну в общем если вы не говорите значение не говорите пожалуйста а нет я вам не говорю у нас есть такая секретная вещь что это тоже будет эффект домино когда мы сделаем все будут делать и мы будем помогать всем это должно быть вот это будет наша помощь которую мы можем сделать а так конечно объединяться ну у меня такой вопрос есть по поводу значит состояние вот национального самосознания у татар и по поводу вот состояние национального языка как у вас обстоят дела вот в татарстане с национальным самосознанием сознание своей истории и сознанием языка ну смотрите да язык наш исчезает нас наш язык исчезает но но он не исчезает но он исчезает и он не исчезнет потому что приходит время время перемен и я надеюсь мы быстро восстановим у меня иногда спрашивают ну вот как вы где деньги возьмете на восстановление надо же восстанавливать я всегда отвечаю что на восстановление денег не нужно нужно не нужно просто запрещать и все и поверьте мне через 10-15 лет я думаю в бурятии так будет что на русском языке в татарстане бурятии будет стрёмно просто разговаривать понимаете и его только не нужно запрещать любой язык очень большая проблема стоит ведь выгнали 4000 учителей больше 4000 учителей выгнали с этого выгнали этот кто им помощника воспитатели выгнали да в детском саду сейчас нету школ это та чисто татарских нету наши власти повязанные на коррупции на крючке у них у московской власти да они не могут полную силу в полную меру сопротивляться понимаете вот им сказали вот это все они делают но они сопротивляются потому что татарское общество снизу давит хоть как бы то ни было да и вот и о чем я говорил о пяти шести десяти процентах да это то население которое решает судьбу народа ведь 90 процентов 80 процентов живут просто так да а вот эти националисты да которые именно борются вот такие как я да я же простой я я бизнесмен да я занимался всегда бизнесом у меня вот в питере отжал депутат государственной думы мою фирму вот и вообще я я же суда я же последние 15 лет жил фейсбурге вот и там и произошло это да все компания была строительная вот и значит из меня сделали они такого человека понимаете я бы может быть жил может быть я вот так же как вот это все население но они из меня сделали такого человека потому что когда у меня родилась дочка я хотел открыть детский сад потому что мой язык родной это татарский и он от меня никуда не денется и неважно допустим что я говорю да на некрасивом для меня не мой родной язык а важно что мы должны сделать чтобы на нашем языке разговаривали наши дети наши потомки наши наши правду внуки правнуки да смотря кому сколько лет допустим у меня внуки дай бог будет разговаривать да главное что мы должны делать что понимаете не важно что мы знаем их язык язык врагов это же враги это же только враги могут уничтожать нет языка нет нации вот и поэтому татарстане конечно очень сильная борьба идет молчаливая борьба и потому что даже за какое-то упоминание сразу забирают сейчас очень прям меня же есть контакт у нас у нас есть очень хороший контакт у нас 11 групп сейчас но я не буду говорить конкретно где у нас 11 групп подготовки офицеров боевых офицеров понимаете я от этого секретные делаю пусть еще они никогда не на где-то где-то 180 человек подготавливаются у нас офицеры не солдаты не просто боевики а это офицеры будущие офицеры и инструктора из-за границы вот у нас сейчас вы говорите о том что какое самосознание вот такое самосознание мы готовимся мы готовимся и вы помните советский союз я же я хорошо помню 55 лет я этот я помню когда даже думать не думали что такое случится но случилось понимаете а здесь все ждут этого когда чувака пони двинет вот этот глава и все и начнутся перемены с этим вопросом хотелось бы узнать больше вашу историю личную почему вам успешному бизнесмену которого была фирма строительная до в санкт-петербурге почему вам пришлось все бросить и все начинать сначала в чужой стране как это произошло почему город называется фейсбук не санкт-петербург а фейсбук вот смотрите я до пятого класса не знал русского языка меня учительство за это место брала и вот так вот мотала туда-сюда ты должен татарва там туда-сюда оставлять родители мы вызывали они на русском плохо разговаривали я всегда с молоком матери я впитывал этот язык вот и значит вот это воспитание начиная с садика садик русский мир школа русский мир этот вот это вот общество телевизор все 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 тебе вдалбливают русскими русский мир люди взрослеют понимают в чем дел ну понимаю да откуда почему кто я и вот я значит так пришлось что я переехал фейсбук фейсбук и этот мне начали говорить а трубку кидать я говорю как зовут вершак раз трубку кидают а потом у меня очень много людей работал да с узбекистана ну с узбекистана саджикистана и я должен был снимать квартиры там до договариваться сначала я сам потом не люди были специально которые этим занимались и я звонил говорил иршат со мной не разговаривали ну говорили ну а брусеешь подходи я кроме русского языка в итоге да сны вижу на русском разговариваю на русском ну все думаю на русском а мне говорят о брусеешь понимаете я не понимал что почему такое да почему так и потом потихоньку до меня доходило кто я вообще вот этот фейсбук из меня сделал того вот кто я сейчас я благодарен что я прошел такую школу поэтому я и называю фейсбук я очень много общался у меня офис был рядом с лентфильмом на каменноостровском и артисты они всегда при любой власти около власти до обслуживают вас и так далее я много раз бандерджука видел я с ними знаком но я знал знал я угольникова потом этот забыл фамилию в основном это режиссеры были вот ко мне заходили в офис меня не было там была у меня людмила давно и вот они с ней разговаривали такая прям душа компании была и 8 человек в офисе работала она у него был отдельный кабинет и они заходили что-то приносили там шоколадку и она их кофе угощала вот они что только не рассказывали и вот оттуда пришел появился вот этот депутат начали потому что у меня фирма была у меня лицензии были хорошие а только одна лицензия 30 тысяч долларов за миллион долларов за миллион рублей купил это когда доллар по шесть рублей был и вот потихоньку потихоньку мы договорились давай работать туда-сюда и вот и взяли мы и взял мы просто поменял директора он купил у меня долю а деньги сказал когда начнется работа я тебя отдам ну ладно хорошо документ живот есть вот а потом подменяли директор и так далее я выиграл все суды вот никакой реакции ну и они же не подсудны а потом я просто начал писать что это кстати этот романов фамилия романов потом я начал писать что я пожалуй с навальному я же за что навальный такой же ну мне просто не оставалось мне что делать то есть то время да и вот я таким образом потом меня на сфетофоре остановили две машины вот эти большие так и сказали еще что-то сделаешь что тебе капец вот вот ну вот в общем вот так и потом я приехал сюда в семнадцатом году в отпуск потом я приехал в девятнадцатом году отпуск и вот когда я приехал девятнадцатом году отпуск начались обыски у меня у меня забрали землю у меня этот ну в общем это связано все было с запретом потому что как он запретный выдал запрет я стал писать везде я начал ходить по татарским вот этим вот яркаев там есть автономия татарстана потом шамиль измайлович там есть тоже такое миллионер миллиардер он такие татары весовый я говорил насчет давайте что-то сделаем давайте там что-то сделаем я не понимал они а один друг беглова который сейчас губернатор он еще тогда губернатор не было естественно в одни двери передо мной закрывались вторые закрывались потом мне звонили на татарском материли меня ты чё там лазишь там туда-сюда понимаете так потихоньку но мне просто повезло наверное меня судьба послала судно вот я приехал в отпуск и и назад мне я просто не смог вернуться потому что у меня посадили бы они специально также вот они специально сделали землю у меня отобрали два с половиной гектара под питером я хотел этот делать там ну вот как называется пинг-понг да 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 вот такую да я уже договорился с военной частью танк я купил но не купила хотел купить закопать его ну как военные вот я понимаете даже вот том возрасте да когда я там жил у людей вот такого как я да все связано с войной понимаете даже бизнес вот абсолютно все с детского сада война 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 какой-то там патриотизм или еще что-то понимаете поэтому я с одной стороны благодарен что я прошел до такую школу где мне на совещание 30 человек а мне глава администрации петроградского района и замглавы администрации мне говорит читает бумагу и там и и и вы вы бы поменяли имя мне говорят я но вы же приезжий говорят мы приехали в россию поменяли бы имя я был вообще-то я с татарстана ну вот типа они да вы понимаете когда началась война да когда призыв начался до самый больше запросов это было татарстан выдает визы или нет вы понимаете люди даже не не интересуются где они на какого общества их окружают все вот они русские все понимаете кроме них нет никого это просто позор и стыд а этот я извиняюсь кремлевский мудак поставил везде военных они настолько тупые это просто я просто наслаждался когда с ними общался понимаете они просто я практически всем сделал квартиру за двойную цену вот допустим 100 100 тысяч долларов сделать квартиру а я делал за 200 но не хочет я не буду я просто хорошо делал и поэтому меня всегда рекомендовали вот и запрещали фотографировать потому что материал материалы такие были но все ворованы вот поэтому я вот благодарен такой школе которую я прошел которая которая дала мне возможность найти кто я что я татар многие ведь ведь многих-то обвинять нельзя на самом деле да потому что они не понимают они не понимают что у нас оказывается есть древняя культура у нас есть казани только 1000 с чем-то лет понимаете москве 700 лет с чем-то оказание 1000 лет это уже о чем ты мог говорить дерьбенту 7 тысяч лет понимаете ведь все запрятано я не успел просто про бурятию чуть этот прочитать да но я так бегом на там нет я к сожалению извините я не подготовился но я знаю что буряты это тоже один из древнейших народов это же он тоже разделенный по моему да на многие вещи нас разделили на 40 с чем-то групп под групп понимаете татар вот что они сделали я очень рад что я получил такой опыт они получили человека который устроит им перевороты и все остальное и добьется независимости татарстана как вот сейчас обстоят дела у населения татарстана после войны вот то есть произошел его подъем национального сознания то есть люди начали больше интересовать свои собственные истории и как бы поднялся ли вопрос реально вот обретение независимости вот центр от москвы то есть не какой-то федерализация прямо объявление татарстана независимым государством то есть я просто помню да вот постоянно шли новости что вот центр хочет забрать остатки скажем так какой-то независимости да вот титульной независимости от татарстана когда убрали название президента республики да из конституции республики татарстан вот как сейчас обстоят с этим дела то есть мы вот сейчас по бурятам начинаем замечать что у людей поднимается национальное самосознание начинают люди интересоваться своим происхождением своей истории они начинают понимать что происходило вот кровавая колонизация да вот сибири дальнего востока и я просто читал по поводу казани когда иван третий ливан грозный они пошли на казань 1552 году когда произошло вот произошел захват казанского ханства вот можете вот как-то раскрыть эту тему татарам допустим да внутри татарстана деваться некуда если будет какая-то точка опоры да на которую можно опереться они все туда перейдут все все прекрасно понимают я почему это знаю да потому что как только мы объявили о создании нового правительства как только мы начали работу вот прям несколько тысяч татар именно внутри татарстана да именно внутри татарстана начали двигаться где как почему много и этот дело в том что боятся информации мало там же все задавлено там вот такое знаете я просто мечтаю когда татарстан станет свободным да и люди поймут что их наши предки наши абиба и байла дедушки с бабушками да жили в таком мешке под таким сапогом русским да что ведь мир на настолько многогранен да что здесь столько всего происходит да а мы в этом в этом в этом в этом говне я прошу прощения но это на самом деле так люди просто мы смотрим вот этих вот скотов михалковых там всякую эту шушуру да вот это которые хвалят там этого негодяя вот этого да а просто людям и это для буря тоже актуально да что им некуда деваться если бы было бы да сказали бы вот смотрите вот за этой линии вы свободны да и бы туда сразу вот черту бы начертили допустим в татарстане вот поделили ну даст примерно да говорю что вот круг сделали бы все население вот туда ушло а просто многие не понимают и даже многие не понимают которые сюда приезжают они не понимают потому что воспитаны на русской вот этой вот пропаганде да что какая-то россия что люди не понимают а как только появится возможно вот наша задача как правительство да татарстан вот это есть открыть глаза люди сейчас готовится я как говорил до группы до 11 групп до в каждой группе не меньше 15 человек ну где-то например 180 200 человек сейчас надо но и и люди приходят и приходят спрашивают потом это вот эти создания вот этих групп это было давно уже сейчас ведем переговоры ищем до эти ходы выхода с властью да действующие чтобы они нам помогли чтобы они одумались и через договор как-то сделали так чтобы лишь пришли туда демократические силы неважно это мы или не мы или то они будут вот для того чтобы использовать вот этих людей которые есть да в мирных целях да чтобы не было кровопролития если бы мы хотели бы допустим кровопролитие там давно было уже кровопролитие на самом деле но мы этого не хотим мы хотим до татар донести что есть другой мир не русский мир который в котором можно просто жить в котором ты со своим языком со своей культуры у вас есть такое движение свободный идель урал который объединяет народы по волшья и регионы по волшья и я знаю что вот но есть достаточно такие непростые отношения между вот народами которые населяют по волшья тем не менее есть организация которая объединяет движение народы как вы считаете в будущем как будут строиться отношения как вы будете преодолевать какие-то трения которые сейчас есть и вот как вы сможете найти такую общую платформу ну смотрите русские битфортовы шнуры раскинуты везде по всей территории не русских народов между татарами башкирами между чеченцами ингушами ингушами и так далее и тому подобное значит я считаю так значит сначала мы должны добиться все независимости чтобы добиться независимости мы все допустим вот наши соседи это башкиры башкорты значит что мы должны сделать мы должны с ними объединиться это будет огромная большая сила и мы у нас очень большие проблемы на самом деле да этот мир с башкорками да но проблемы когда есть третья сторона когда есть русские русские власти как только русские власти уйдут мы тут же между собой договоримся и все решим и никаких проблем не будет как только мы объединимся как только мы начнем как только мы изгоним русский мир эти битфортовы шнуры уйдут останутся мелочи до когда дерево рубят ну там летят до щепки останутся да они будут там что-то вякать или что а не будет пропаганда ничего ведь мир нам делить нечего у нас есть вопросы которые мы между собой спокойно дипломатическим путем решим это сто процентов и также все остальные народ вот а то что движи а допустим по идель уралу это мое личное мнение это не мне это не я не говорю что это правительство от правительства а я считаю что сначала независимость а потом уже союз но априори мы должны знать что мы должны быть вместе бурят эрзи башкорты калмыки все вот эти не только вот эти шесть да там по моему народов которые состоят а захватить огромную территорию мы же можем создать у нас же все есть вот этот мы обязательно заберем оренбургскую область и поделим ее на три части одну часть башкор там одну оренбург казахом отойдет я третья часть потом вокруг татарстана живут очень много татароязычных регионов которым преимущество татаро жить там тоже пройдут референдум то что татарстан это это и была она в советском союзе до одна из ведущих автономии да даже по валому продукту обороту да она занимала она обгоняла пять или семь республик 5 7 республик советского союза это вот татарстан обгонял экономическому развитию экономики вот поэтому татарстан и сейчас такой большой регион нет ни региона экономически развита это всего лишь за десять лет который нас был там 2000 по две тысячи десятые годы независимых суверенитета как вот это вот эти вот шаймиевыми хановы половина в карман нажили а то что оставалось и посмотрите казань всех валит это как раньше говорили про страны эстонию латвию литву так советском союзе до что как будто за границу съездили сейчас говорят так а татарстан это вот на остаточные деньги при суверенитете после того как по их местные разворовали и вот на эти деньги мы построили такой татарстан поэтому сначала независимость а потом вместе независимость а потом мы уже создаем союзы и так далее так потому что если допустим взять и дель-урал допустим да ну кто там главный тогда будут татар правильно главный по моему это такая с максим перри перейдет в мини империю то есть этого не должно быть понимаете потому что вы это на генном уровне у человека у народа записано да но не записано на генном уровне когда население большое русские говорят что на нас 5 миллионов да но это вранье все никто не знает сколько татар по моим подсчетам где-то 15 миллионов да а русских где-то 45 миллионов примерно во всем мире потому что откуда они будут браться если никто не рожает русские не рожают с 80-х годов они не рожают откуда они будут крым присоединили это присоединили вот отсюда русские я считаю это мое личное мнение да я считаю что до каждая республика должна быть с суверенна пускай будет 400 тысяч эрзи да их 400 тысяч пускай будет если есть страны где сто тысяч населения ничего они живут все выживают они же они не хуже остальных есть ученые есть просто они не раскрыты они забиты в русском мире особенно народы которые могу малочисленные народ да не просто забит и про них никто не знает а когда только свободы придет когда можно будет делать все что угодно не нарушая закон не нарушая чужую там свободу да тогда все проявится тогда будут и ученые все и мы и весь мир узнают они кстати вот этот тезис сначала независимость а потом союзы я слышу слушала впервые от руслана габбасова и кстати вот когда время на европейском павильоне мы втроем участвовали с русланом и с рафисом кашаповым я просто наблюдала как они общаются между собой во первых абсолютно как бы нет не было языковой проблемы да и во вторых вот все я просто поняла что да действительно вот эти все разговоры да о том что вот есть какие-то проблемы между башкирым башкортами и татарами естественно да и сейчас я действительно понимаю что эти проблемы во многом созданы были искусственной империи как только уйдет империя эти проблемы сразу же будут решены потому что на по большому счету между собой делить нечего правильно да и я думаю что вот с этой точки зрения очень хорошая очень хорошая было решение объединиться в лигу свободных наций потому что именно вот эта структура да то есть и но не то что структура вот горизонтальная до горизонтальная организация она помогает нам учиться друг у друга до смотреть вот как что делают другие получать какую-то поддержку и вот то что вы сегодня сейчас рассказали на самом деле это во первых я даже не ожидала насколько у вас все это развито до видение и как бы конкретные шаги которые вы делаете к независимости и это очень вдохновляющий пример спасибо большое рахмат рахман да да мы да мы мы делаем все чтобы и и я же ведь рассказываю только верхушку айсберг 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 что говорить можно ведь у нас идут настоящие битвы когда мы на заседаниях у нас битвы у нас решаются такие повороты вот этот курутай который пройдет до в нью-йорке именно в нью-йорке потому что здесь планируется ну я не хочу все говорить да нью-йорк это город мира да ну вы сами знаете дорожан вы же здесь живете мы не в нью-йорке в сша живете вы прекрасно знаете да вот и это будет та планка после которой татары я думаю что на татар очень сильно подействует это очень сейчас мы просто объявили о создании правительства которое начало работать и тысячу человек вот вы просто не верите да ну не то что не верите а я сам не верю да что так вот пошло обращаются богатые татары да вот я на той неделе встречаясь здесь прилетает сюда человек очень богатый и он сам вышел на меня я за на следующий день с ним встречаюсь профи сабы каждые не каждую неделю встречается понимаете мы сейчас делаем документы юридический статус делаем да потому что нужен счет нужен все да но нам так дают понимаете но мы не хотим чтобы это было чтобы на нам сказали что вот вы взяли там куда-то делся должно быть все под контролем каждая копейка мы позиционируем себя не позиционируем мы как мы демократическая независимая демократическая профи сабу у нас выбран на четыре года выбирается конституция у нас готовится где будет прописано что только на четыре года и только один раз в жизни будет иметь человек гражданин татарстан иметь право занимать государственную должность вот это будет все в конституции это все было обговорено это мы долго об этом говорили то есть у нас фундамент очень крепкий и поэтому сейчас мы просто разрываемся от предложений вот всего то что поступает потому что люди да потихоньку понимают но наша задача самая основная это разбудить татар в татарстане потому что в татарстане мы должны мы не можем здесь в америке построить татарстан мы должны там построить мы должны там преобразование демократически провести мы должны чтобы наши внуки уже жили как в южной корее как в сингапуре как в америки чтобы гражданин татарстана был самым главным самым ценным ресурсом своей страны его здоровье его свободу ценились ну чтобы это было главное да они какой-то там гарант какой-то конституции как может быть человек гарантом конституции этого этого не может потому что человек тлен это президент он сдохнет и все а конституция должна жить веками не изменяем вот поэтому вот наша работа такая я верю что как бы все это я думаю случится потому что у татарстана есть огромный потенциал экономический и действительно народ татарстана и не только татарстан необходимо понять что у нас все экономические социальные политические предпосылки для того чтобы существовать как независимое государство есть и все по сути ну на самом деле наших руках и нам нужно только поверить наши силы потому что ну многие говорят что куда же мы без москвы без москвы мы пропадем но я так не считаю я считаю что у нас есть огромные предпосылки для того чтобы действительно создать такие государства которые будут одними из лидеров по экономическому развитию вот и главное в это нужно поверить и донести до каждого так сказать жителя наших и национальных республик и тех республик которые находятся сейчас под под колониальным влиянием и зависимости от кремля потому что ну на самом деле только крем кремль получает наши ресурсы но мы получаем взамен крошки с барского стола и то даже сейчас этого ну в принципе то мы и не получаем мы сейчас видим что у соловьёва например вадима соловьёва соловьёва пятая дача на озере кома да обнаружилось внезапно почему то виноват запад но берет он дача на озеро кома вот как то так я вот я сандар я сандан я не хочу обсуждать животными да давайте мы оставим это пусть в лесу останется да я просто этих соловьёвых я не хочу это животный мир которые ну мы просто они не достойны чтобы мы о них вообще говорили я хочу сказать что вот вы сказали что конечно независимость будет почему она будет да потому что за 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 борьбу за независимость взялся я да не потому что это иршат взялся да а каждый татар должен так сказать да потому что я хочу потому что каждый бурят должен сказать каждый из нас неважно какое это социальное положение какое ты имеешь этот у тебя профиль там фейсбук или где да там сколько подписчиков ты должен сказать я татарстан будет независим бурятия будет независим каждый должен так сказать потому что я так хочу мы с москвой сейчас в пропасть летим когда мы будем независим мы будем на луне мы ну я так просто утрим да мы мы поднимемся все это то что она живет за счет нас как только мы изгоним ситуация кардинально поменяется да есть какая-то опасность нас пугают да что там китай или еще что то потому что китай по сути ничем не отличается но это мой личный взгляд да ничем не отличается от русского мир это такие же но я я не хочу сказать не не китайцы да их режим да это коммунистический режим коммуняки что делали они уничтожали все как этот может коммунист бывший говорить о какой-то демократии или там или аж или о чем-то еще этого невозможно но это не может быть просто да поэтому нужно вот я допустим когда встречаю татара я пытаюсь его обнять прям обнять да нужно вообще флешмоб объявить такие обними бурята обними татара да между вот у нас в наших нациях какие-то придумывать штуки такие да объединяющие чтобы простые люди сказали я хочу независимость это же так просто это же так как вот ко мне сейчас придет и скажет я буду здесь жить какой-то чувак вы что сделаете или обидит вашу семью да или что-то сделать ну что вы станете на защиту когда человек рождается у него две семьи автоматически это папа мама и так далее и вторая семья это большая семья которой ты принадлежишь как ну по какой-то национальности да я у меня есть папа мама там там сын дочка и так далее старо брат у меня есть другая еще одна семья которая немаловажно для меня должна быть это татары это все татары потому что потеряв большую семью я потеряю маленькую семью я потеряю язык путин кстати признал же недавно что россии грозит раз развал распад и он там жаловался где-то в интервью он жаловался говорил что вот на западе такие планы по развалу россии вынашивают и что скоро вот они так хотят сделать чтобы русских не осталось чтобы стали только какие-то там московиты вятичи уральцы и и так далее и он с таким говорил трагизмом как будто это что-то плохое а мне кажется вот для тех же уральцев там я не знаю московитов да или новгородцев было бы в принципе даже хорошо если бы у них стали если бы они стали жить в каких-то небольших государствах и и и и и и в принципе легче легче управлять как бы экономику развивать в этих маленьких образованиях вот но смотрите он же он же говорит он же делает да он же сам делает чтобы русских не осталось он же обвиняет запад потому что он же не может сказать ребята я вот уничтожил здесь 150 тысяч русских ну вместе да там ну пусть будет да они же кто идет на войну они все русские неважно это бурят или это татарин татар они все русские они под русским флагом значит а русские потому что они воспитаны русским миром это русские он говорит так чтобы его не обвинили он же убивает их можно же спокойно создать свое государство да вот они и будут вы понимаете я давно же предлагают да я мы кстати правительстве ищем националистов русских я здесь нью-йорк и предлагал когда начались митинги когда украинская армия начала побеждать до этого не выходили когда они начали кричать путин такой путин секой слава украине украинский флаг когда и вот вы поверьте когда начали проигрывать понимаете а если бы не проигрывали бы а если бы вот я говорю дурацкая ситуация наступила бы когда русские вы начали захватывать город за город конечно они бы так не делали просто ситуация каждого человека подбивает этого дурачка тоже подбивает он же видит что все сыпется он ничего не удержит ему же тоже говорят но вова вовчик ну ты чего там ты же обещал нам ты же вот это вовчик ну помнишь мы бухали на даче они же так себя ведут они вне камер они ведут себя так это я просто вы понимаете я общался с чиновниками я вот с этим депутатом несколько раз там десять раз на встречался остальное время шныри приходили там документы там проверяли вот я знаю что это за власть наступает очередной капец да то они ищут причину на старину всегда же это причина стороне нас там хотят это анализы собирают или черт такую ерунду говорит а в следующий раз вот уже четвертый раз будет когда америка будет помогать русским опять выжить ведь три раза уже помогала спасал от голодной смерти и все на американцы ну дураки америкосы гееропа и так далее да а если бы а если бы и вы знаете он может же пульнуть ядерную бомбу какую-нибудь тактическую он может пульнуть и пульнет он скорее всего если пульнет то пульнет по своей территории не по своей ну смысле как по своей территории по какой-нибудь национальной республике республики вот это он может сделать это вот скажут не долетела или еще что-то или что-то человеку деваться нет почему запад на мой взгляд не действует так как вот знаете это же большая вообще мировая сила до запад европа почему они потихоньку это все делают до удушающий прием ну потихоньку потому что резкие движения могут напугать этого ахламона ну просто напугать и он нажмет кнопку понимаете поэтому и поэтому на мой взгляд да я не знаю может быть он там купил ну он и купил половину да это тоже роль играет но на мой взгляд что запад боится америка боится что а он просто его чтобы не нажал на кнопку чтобы в угол не загнать чтобы так сделать чтобы его окружение его уничтожил понимаете вот поэтому он так и говорит обвиняет запад а делает то он все сколько уничтожил руки по крови вот сколько чеченцев уничтожил это просто ну я не знаю это человек наверное специально после но с другой стороны наверное наверно нам всем следует собраться скинуться там по какие-то деньги да потом и из какашек ему поставить память за то что мы пришли к такому что у нас есть возможность появилась но это это империя он пришел бы другой бы пришел бы все равно был бы один конец спасибо огромное за эту вдохновляющую встречу за да просто как бы взрыв мозга по многим по многим вопросам произошел что я хочу сказать татары алга буря тут у ракша спасибо большое нашей к нашей общей победе до сандара джана биг взорах мацис гай